Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. Скоро похолодает. Гора и топ-сбыт продолжают подготовку к зиме. Говоришь число, в это число они и привозят. Где заказать дрова? Сломанное детство. В Могилевской области задержан педофил. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Как уберечь самое ценное? Новые медиа. В Бобруске прошел областной этап конкурса «Пресс-код». Все разные, все уникальные. Кто попал в финал? А также технические работы, социальная скидка и сборка техники в ЮАР. Когда на Южном континенте откроется белорусский цех? В Беларуси формируют избирательные округа. К 1 октября их должно быть 110. В следующем году, напомним, впервые пройдет единый день голосования. Намечен он на последнее воскресенье февраля. Белорусам предстоит избрать депутатов всех уровней, сформировать состав Совета Республики и выдвинуть делегатов в НС. Сейчас в планах разработка и утверждение методических пособий, а также проведение образовательных семинаров для потенциальных организаторов выборов. По обновленной Конституции не позднее, чем через 60 дней после единого дня голосования должно пройти Всебелорусское народное собрание. Крайний срок для его проведения в 2024-25 апреля. По горячим следам в Могилевской области задержан педофил. Им оказался житель одного из районов. Пенсионер познакомился с шестилетней девочкой в торговом центре и предложил проводить домой. Вместо этого завел малолетнюю в безлюдное место, а после надругался. О том, что произошло, малышка рассказала маме, которая сообщила в милицию. Оперативники установили личность и задержали подозреваемого в считанные часы. Возбуждено уголовное дело. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Объясните им, что нельзя разговаривать с неизвестными, принимать от них подарки и куда-либо идти с ними. Если вам стало известно о совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незамедлительно сообщите об этом в милицию. Отечественные тракторы в Африке. Продление акции и гости дорогие. В Беларуси увеличился туристический поток. Куда чаще всего едут иностранцы? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В канун Дня пожилого человека в Минтруда рассказали, сколько пенсионеров работает в Беларуси. Каждый пятый, а это почти 420 тысяч человек. Одна из причин, почему люди продолжают трудиться на заслуженном отдыхе – желание избежать одиночества. По статистике, женщин больше, чем мужчин. В стране доля населения старше 65 лет – 16%. Минский тракторный завод планирует создать сборочное производство техники в Эфиопии и ЮАР. Там уже строится цех мощностью до 1500 единиц в год. При этом южноафриканский партнер МТЗ договаривается с правительством о преференциях. Пока при ввозе готовых тракторов таможенная пошлина не отличается, и южные фермеры не видят разницы в цене между выпущенной на территории страны и импортируемой. В Беларуси продлили действие 10-процентной скидки на социально значимые товары. Марты крупные сетевые ритейлеры подписали соглашение. Со стороны маркетов участвуют все те же 13 крупных торговых сетей. В списке почти 30 позиций – хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, мясо, молочные продукты, яйца, овощи и фрукты. Для того, чтобы получать преференцию, нужно оформить специальную карту. Туристическая отрасль показывает хорошие результаты. Экспорт услуг за 7 месяцев вырос на 35% и превысил 116 миллионов долларов. Традиционный велик турпоток из России. Много гостей приезжают также из Турции, Китая, Латвии, Литвы и Польши. Интересно им в первую очередь санаторно-курортное лечение, а также посещение культурных объектов и эко-маршрутов. В среднем за недельную путевку иностранцы платят около тысячи белорусских рублей. При этом питание, часть экскурсии и процедур в эту сумму не входят. В Беларуси ночью 30 сентября могут не работать банковские карточки. В этот период времени пользователи пластика столкнутся с проблемами в обслуживании в банкоматах, в магазинах и иных организациях торговли устройств самообслуживания. Перебои вызваны технологическими работами на аппаратно-программном комплексе. Центр приносит извинения за доставленные неудобства. Теплый дом. Горая Топсбыт активно реализует дрова и трофабрикет населению. Цены остались на уровне прошлого года. В числе услуг не только доставка к дому, но и распил бревен. С подробностями Ольга Васенда. Холода не страшны. Тамара Шармет более 30 лет живет в частном доме. Для отопления женщина использует паровое из-за минимальных потерь тепла. В городе Топсбыт на зиму закупает 3 тонны брикета. Машины топлива хозяйке обходятся почти в 90 рублей. Когда заказываешь брикет, они спрашивают, когда мне удобнее, чтобы они привезли. Говоришь число, в это число они и привозят. Если что-то там у них нет доставки, они созвонят и предупреждают. Готовься они летом. Цены на топливо остались на уровне прошлого года. Клуб древесины 9 рублей 53 копейки. Тонна торфабрикета более 29. Горо и Топсбыт обслуживает Бобруйск, Осипович, Иглуск и районы. Сейчас идет самый пик заявок. Дрова мы позвучаем от 4 поставщиков. Наш Бобруйский лесхоз, Быховский лесхоз, Осиповичский и Иглуский. Брикет у нас единственно изменился один поставщик. А как работали до этого? С Остаробинским торфабрикетным заводом, с Днепровским, с Березино. Горы Топсбыт уже обеспечил более 80% годового плана от реализации дров и порядка 50% от брикета. В числе услуг не только доставка к дому, но и распил бревен. Причем разделывают их по запросу от 25 до 50 сантиметров. С момента заключения договора до поставки клиенту проходит до 10 рабочих дней. У нас работает три водителя. У каждого водителя где-то по 10-12 рейсов в день. То есть человек 30 в день мы снабжаем топливом. То есть это в том же числе брикет и дрова. С тем временем идет подготовка систем отопления и многоэтажках. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства заявили, все должно быть готово до 1 октября. При этом тепло в батареях дадут в зависимости от погоды. По прогнозу синоптиков с каждым днем будет становиться все холоднее. Уже в четверг ночью ожидается до плюс двух. При этом днем до 24 со знаком плюс. Дожди начнутся с 30 сентября. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360. Старт второго сезона. В Бобруиске прошел областной этап конкурса «Пресс-код». О себе заявили 45 молодых журналистов. Авторские материалы, карикатуры по наиболее острой социальной теме, фоторепортажи, видеоблоги, телевизионные сюжеты и проекты в новых медиа. Попробовать свои силы можно было в разных номинациях. В этом году организаторы изменили правила. Участники защищали свои работы в виде презентаций и коротких выступлений. Проектов было очень много. Порядка на 20 проектов больше, чем в прошлом году было предоставлено. Все разные, все уникальные. Хочется отметить, что наша молодежь в первую очередь акцентирует свои проекты на помощь. Это на гражданской, патриотическом заботе, о ветеранах. Поэтому правильное воспитание дает свои плоды. Я представил свои работы в четырех номинациях. Благодаря своей целеустремленности успешно защитил их и выиграл в двух. Лучший фоторепортаж и лучшая операторская работа. Надеюсь, у меня получится достойно представить Могилевскую область и город Бобруйск на республиканском этапе. В числе победителей 14 человек в двух возрастных категориях. 16 до 21 и с 22 до 31 года. Каждый получил дипломы и подарки от БРСМ. Впереди у номинантов еще одна защита своих материалов и проектов только уже на уровне страны. Финал с 1 октября по 25 ноября. Лучших нагрозят на ежегодном форуме молодых журналистов. Овощной магазин. В Бобруйске начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Кермаш традиционно разместится на Горького вдоль 41-го дома, а также на рынках Минской, Держинского, Карла Маркса и Днепровской флотилии. В ассортименте овощи, фрукты, мед, саженцы и другие товары, выращенные как в агрохозяйствах, так и в частных подворьях. Режим работы с суббота, воскресенье до 6 ноября с 9 до 15 часов. К слову, в 2022-м было продано 55 тонн даров природы на 215 тысяч рублей. Мы сегодня купили вот укропчика хорошего, купили кукурузки и пришли за лавандой. Это все дешево, абсолютно дешево. Голубик купила, стоимость 15 рублей. Это уже куст, который можно на следующий год собирать урожай этих ягод. Набрала всего, и помидоры, и сама огурчиков, всего понемножку. Цены приятно удивят. Килограмм картошки обойдется 80 копеек. Морковь и свекла по рублю. Хороший выбор продуктов для закаток. Красные сладкие перцы, лук, томаты, кабачки. Дары природы на любой вкус и кошелек. Цветочный рай для садоводов. Как уверяют продавцы, на прилавке редкие виды растений. В топе покупателей крупнолистная гортензия. В этом году на нее небывалый спрос. За 5-7 рублей можно купить пеларгонию, бегонию, мирт. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Айриан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите, это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!